С 1 июля в Севастополе были сняты последние ограничения, в том числе заработали городские библиотеки. Встречи с преданными читателями там уже давно и с нетерпением ждали. Этот перерыв показался нам действительно очень долгим и нам, и нашим читателям, потому что они скучали, а мы их очень-очень ждали. Было много звонков с одним вопросом, когда же вы откроетесь, когда? Потому что книга в этот период, период карантина и самоизоляции, для некоторых была, пожалуй, надежным, это однозначно, но, пожалуй, единственным другом, собеседником, который сопровождал людей в период одиночества и самоизоляции. Отметить возобновление работы решили масштабно. В обновленном недавно зеленом пространстве рядом с Центральной городской библиотекой, названным Толстовским двориком, состоялась акция «Библионочь-2020». Обычно она проходит по всей России в апреле, однако в этом году празднику помешала пандемия. Тем радостнее было преданным читателям Толстовки наконец встретиться с единомышленниками на любимом празднике. Гостей ждали несколько десятков различных творческих площадок, где можно было и соревноваться в знании творчества отечественных классиков и просто провести время в приятном общении. Он окончил факультет медицины Московского университета. Один из его преподавателей – Склифовсовский. Кто это? Чехов. Правильно, это Чехов, но вы должны молчать, у вас нет оружия, понимаете? Свою площадку представили и работники отдела для незрячих и слабовидящих Центральной городской библиотеки. Своё задание они назвали «Классика и точка». Почему «точка»? Потому что шрифт Брайля состоит из точек. Мы приготовили часть фраз из знаменитых классических произведений, которые, в принципе, должен знать каждый человек, который читал чуть больше, чем смски из банка. И ему нужно с помощью азбуки браилевской расшифровать эту фразу, полностью восстановить её по ключевым словам и желательно ещё и назвать автора этого произведения. Ну, смысл именно познакомиться с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Несколько площадок посвятили творчеству севастопольских мастеров. Здесь можно было найти платки ручной работы, мягкие игрушки, букеты и многое другое. Особое внимание гостей привлекла частная коллекция старинных антикварных вещей. Сегодня в гостях у библиотеки Толстого музей в саквояжи. Одним из коллекционных предметов музея в саквояжи есть в доме Пушкина. Он издан к 200-летию со дня рождения писателя. Чтобы прочитать книгу, мужчины середины 19 века надевали вот такие очки. Мужчины позднего периода надевали пенсне. Иногда курили трубку во время чтения. Позже праздник продолжился в стенах самой библиотеки. Работала она в этот день до последнего посетителя. А уже в субботу там снова ждали гостей. Ведь Толстовка, наконец, заработала в штатном режиме. Каждый день, кроме пятницы, с 10 утра до часу дня. И с двух часов дня до шести вечера. И не забудьте взять маску. Пока, к сожалению, это остаётся необходимостью. София Драговоз, Анатолий Паньков, Северный форум-бюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова